Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 11. Вопрос 2430. Указывает ли соборное положение 1990 года еще какие-нибудь проблемы, стоящие на пути единства двух частей Русской Церкви? Из материалов Корягина отца Евгения. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кавычки открываются. Да, это проблемы внутрицерковной жизни. Сюда можно отнести, цитата, «искажение таинств, обрядов, проповеди и небрежение в распространении Слова Божия, отказ от катехизации, приведшие массы мирян к невежеству и к поверхностному восприятию христианства». Пункт 4. Кавычки открываются. «Отрыв иерархии и клира от паствы. Небрежное и горделивое отношение к мирянам в нарушении апостольского завещания священнослужителям. Не господствуй, а будь пример. Широко распространившаяся нравственная распущенность и сребролюбие духовенства». Пункт 8. Над ними должен совершиться соборный суд в церкви. Не наше дело предвосхищать его формы и решения, но здравое церковное сознание подсказывает желательность такого суда до страшного суда Божия. «И ложь декларации состояла совсем не в провозглашении некоего нового принципа искажающего учения церкви о взаимоотношении с государством. Недаром митрополит Сергий и все его апологеты подчеркивали, что в декларации не содержится ничего неправославного. Действительно, никакого вероучительного искажения декларация не содержит. Поэтому напрасно стали бы мы отыскивать в декларации лжеучения и пытаться опровернуть его истинным учением церкви, изложенным в социальной концепции. Ложь декларации не в учении, а в приложении этого учения к конкретной ситуации в Советской России. Дело в том, что советская власть, как известно, ставила своей целью уничтожение церкви. Поэтому многие ее законы и распоряжения в области религиозной политики прямо противоречили церковным правилам. Там, где власть вмешивалась во внутреннюю жизнь церкви с целью ее подавления. Советская власть таким образом посягала не только на Кесарева, но и на Божие. Матфея 22.21 Именно в этой области православные христиане не могли подчиняться советским законам. Конфликт был неизбежен, но виноватым в нем была, конечно, не церковь, а власть, принимавшая заведомо антицерковные законы. Ложь декларации во всецелом подчинении церкви политическим задачам безбожной власти под лицемерным предлогом лояльности. Ложь декларации в потакании тоталитарным претензиям власти и повторении проистекающей из них клеветы на церковь за якобы нелояльной к власти и виновной в собственных бедах, вызванных, цитата, естественным и справедливым недоверием власти к церкви. Ложь декларации в признании советской власти законной и от Бога поставленной сложной ссылкой на текст апостола о Римлянам 13.1, которое православным якобы должно повиноваться за совесть, а не только за страх. Ложь декларации в отождествлении радости и горести церкви и этой власти, то есть в духовном братании христиан с безбожниками. Покаяние – суть подлинной духовности и зов к покаянию – содержание истинной христианской проповеди. К сожалению, нигде, кроме нескольких интервью митрополита Лавра, мотив покаяния не прозвучал. О такого рода диалогах на равных преснопамятный епископ Григорий Грабе в свое время, 1989 год, писал, цитата, «Пользуясь терминологией века сего, анонимный родитель соглашения между истиной и ложью, зовет нас для начала к диалогу». Напомню, что в свое время склонение первых людей ко греху начиналось с диалога Евы с дьяволом в образе змея. Теперь диалоги особенно модны, отражая современное равнодушие к истине и проявляя благорасположение ко всякому заблуждению. Они еретиков к православию пока не приводят. Святые отцы диалогов с язычниками не вели. Они ясно исповедовали истину, а их обличали или увещевали. Они старались добиться их обращения, а не соглашения с ними. Епископ Григорий Грабе Не могут вместе предстоять пред Богом секретные осведомители ЧК и их жертвы, истинные мученики и те, кто отрекался от них и называл их политическими преступниками, даже если последние потом тоже пострадали. Новым поколениям христиан оставалось принимать как норму ущербное положение церкви. Немногие пастыри, которые находили в себе мужество исполнять свой христианский долг во всей полноте, проповедь, пастырское окормление, работа с молодежью, книга издательства, благотворительность, подвергались преследованию церковной и государственной власти, запрещались в служении, ссылались на дальние приходы. Гонения на религию в СССР никогда не было и нет, заявил митрополит Сергий вместе со своим синодом 15 февраля 1930 года. Акты, страница 682. В 1942 году он же писал, за годы после Октябрьской революции в России бывали неоднократные процессы церковников. За что судили этих церковных деятелей? Исключительно за то, что они, прикрываясь ариасой или церковным знаменем, вели антисоветскую работу. Это были политические процессы, отнюдь не имевшие ничего общего с чисто церковной жизнью. Православная церковь сама громко и решительно осуждала таких своих отщепенцев, изменяющих ее открытой линией честной лояльности по отношению советской власти. Правда о религии в России, издание Московской Патриархии, 1942 год. Цитата «Церковь и власть. Москва, 1992 год, страница 22-23». Пожалуй, это самый страшный плод сергианства. «Отречение от мучеников, разрыв общения с Небесной Церковью. И в этом расколе с Церковью торжествующей, со святыми, убелившими свои одежды кровью Агнца». Откровение 7.14. Официальная патриархия пребывала долгие годы. То же, что в кавычках «сохранил» митрополит Сергий, представляло собой печальное явление. Цитата «Церковь, диктаторски руководимая атеистами, зрелище невиданное за два тысячелетия», писал Александр Александрович Солженицын в своем великопостном письме патриарху Пимену, 1972 год. «Какими доводами можно убедить себя, что планомерное разрушение духа и тела Церкви под руководством атеистов есть наилучшее сохранение ее? Сохранение для кого? Ведь уже не для Христа. Сохранение чем? Ложью? Но после лжи, какими руками совершать Евхаристию?» Листовка, выданная автору. Известна реакция патриарха Пимена на это письмо. С грустью патриарх заметил, цитата, «Поместить бы писателя на некоторое время в мои архиерейские сапоги. Что бы он тогда сказал?» Может быть, поэтому не нашли отклика у адресата и следующие слова Александра Исаевича Солженицына, цитата, «Лишенный всяких материальных сил, в жертве всегда одерживает победу». И такое же мученичество, достойное первых веков, приняли многие наши священники и единоверцы на нашей живой памяти. Но тогда бросали льва. Сегодня же можно потерять только благополучие. «В эти дни, коленно опускаясь перед крестом, вынесенным на середину храма, спросите Господа, какова же иная цель вашего служения в народе, почти утерявшим и дух христианства, и христианский облик там же?» Но, к сожалению, Владимира Владимировича Путина на основании его публичных высказываний и поступков нельзя признать вполне православным человеком. Он скорее является носителем секулярного либерального мировоззрения. Например, он считает, что «различие между религиями придуманы людьми» и столь же уверенно зажигают ханукальные огни вместе с иудеями, как и свечи в православном храме. Вообще же очевиден либеральный, толерантный, масонский характер демократической идеологии, утвердившейся сейчас в России в качестве официальной. «Если коммунисты выдавали ложь за абсолютную истину, то сейчас вообще отрицается существование абсолютной истины, и потому утверждается равноправие, равнозначность истинной лжи, добра и зла». «Каждый имеет право на свое мнение, и каждый по-своему прав. Поэтому не следует спорить из-за мелочей, проявлять узость и нетерпимость. Гораздо правильнее всем объединиться ради бесконфликтного сосуществования». Кавычки закрываются. Иеромонах Серафим Роуз придавал вопросу сергианства большое значение и считал, что в нем заключается, цитата, «важный ключ к пониманию положения церкви в целом». Отец Серафим писал, цитата, «Сергианство станет все более и более острым предметом споров. Сущность сергианства связана с проблемой, присущей всем православным церквам в наши дни. Потерей духа православия, пренебрежением церковью, восприятием организации как тело Христова, верой, что благодать и таинство действуют автоматически. Логика и порядочность не помогут нам преодолеть эти камни преткновения. «Потребуется много страдания и духовного опыта, и немногие поймут суть всего дела». Кавычки закрыты. О сергианстве. 2001 год. Страница 2. В другом месте отец Серафим писал, что, цитата, «упорство в сергианстве есть ересь». Как пророчествовал в свое время преподобный Лаврентий Черниговский, почивший в 1950 году, цитата, «приходит время, когда и недействующие храмы будут ремонтировать, оборудовать не только снаружи, но и внутри, будут золотить купола храмов и колоколин. А когда закончат все, наступит время, когда воцарится Антихрист. И видите, как все коварно готовится. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда. Но входить в них православному христианину нельзя будет, так как не будет приноситься бескровная жертва Иисуса Христа, а будет сатанинское сборище. Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском великолепном храме с участием духовенства и патриарха. Цитата по там же, страница 911-912. В том же духе писал о последних временах святитель Феофан Затворник в своем известном толковании на второе послание к Солунянам. Хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это только видимость. Внутри же отступление истинное. Ибо по мысли отца Серафима Роза вообще опасен, цитата, поворот к формальной официальной стороне православия, как если бы главная суть нашей религии состояла бы в церемониях, помпезности, официальных встречах и отчетах. В этом и была ошибка первосвященников и фарисеев во времена Христа. Пока церковь хорошо организована, пока ничего не делается без официального разрешения высших инстанций, пока церковные службы четко исполняются и достаточно впечатляющие, На это время можно забыть о евангельском учении и распять самого Христа без угрызений совести. Журнал «Русский паломник», номер 9, 1994 год, страница 72. Будем ли мы тогда готовы пожертвовать с таким трудом, воссозданным внешним ради внутреннего? Или опять, как митрополитис Сергий, примемся уступками в кавычках спасать церковь, всецело отождествляя ее с дорогими сердцу формами и структурами? А они стараются взгромоздиться на очень выгодную для себя позицию. Но неужели эти церковные проблемы можно решить только путем измены вере и убеждениям наших отцов? И неужели лучший способ избежать разбоя – это договориться с разбойником? Но для всех, сколько-нибудь подробно знакомых с российской ситуацией в цифрах и фактах, а также для нас, живущих здесь, очевидно, что под демократической властью русский народ не возрождается, а гибнет. Кавычки закрыты. Слово «объединить» – объединение совершенно отсутствует в Библии. Но есть слово «единый» – смысл не во внешнем, но единство во внутреннем, во Христе, в Боге. 2 Маковейская 1.25 «Единый податель всего, единый, праведный и всемогущий и вечный, избавляющий Израиля от всякого зла, избравший отцов и осветивший их». 1 Тимофею 6.15.16 «Которая в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Евангелие Таана 17.22 «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Объединение совершенно невозможно там, где нет единства по Библии вокруг Христа. Столько лет кичилась недотрога, осуждала блудную сестру, робко озиралась у порога, со стыду бы думала умру. Видела сестру в багряных ризах, черви копошатся, а не люди. К их рукам поганым прикоснуться, ждать благословения от Иуды. Не смогла стерпеть свой срок додюжить до прихода жениха с небес, пояс затянуть еще потуже, лобызая неказистый крест. Мало ли что молвят злые звери, все обмозговать бы, обкумекать. В церкви господин не царь без веры, царь царей он Альфа и Омега. Значит, не напрасно алчный плачет, до чужих приходов так охочь. Храмы переделает поддачи, даже Бог не в силах вам помочь. Что ты, оглянись, какие жабы от нечистых выползают уст. В пятнах барса, с чернотой араба, этот дом Христом оставлен. Пуст. Рассекретить планы нам по силам, возвещая слово Иеговы. Храмы православные под виллы, с жабами на нас и тучные коровы. Всех сожрут, растопчут, распылят, распахнувшие для нас свои объятия. Нас задушит коршун, как цыплят. Не поленимся, не поленится, когда мы просто спятим. Господи, не дай объединения с той, кто побраталась с семиглавым змеем. Умоляем, стоя на коленях, за грехи и глаз поднять не смеем. 18 ноября, 2004 год, Игнатий Лапкин.